Всем привет, с вами SnowEyes. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня полноценный обзор телефона от компании Motorola Moto G третьего поколения. Я пользовался данным телефоном чуть больше недели и у меня сложилось определенное впечатление. Так получилось, что на моем канале мне удалось протестировать практически всю линейку телефонов Motorola, которые продаются на территории России. И начал я со старших моделей Moto X Play и Moto X Force. И вот завершаю сейчас Moto G. Ну, что могу сказать, что в общем и целом телефон показался мне довольно-таки сбалансированным. Несмотря на довольно слабую по нынешним меркам начинку 410 Snap, всего лишь 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной, хотя существует модель с 2 ГБ оперативками и 16 ГБ встроенной памяти, которая чуть-чуть подороже, данный телефон довольно-таки хорошо оптимизирован, потому что вспоминая модельки, которые я тестировал примерно с такими же тех характеристиками, но от менее именитых производителей, там, конечно, в плане производительности все было значительно хуже. Здесь нет никаких лагов, фризов, все, что касается интерфейса и стандартных программ, все запускается шустро, без проблем, бегает, ну, то есть реально вы не ощущаете какой-то, скажем так, ущербности, да, от начинки. Здесь все довольно неплохо, именно что касается скорости работы. Но, естественно, ждать чудес не приходится, как только мы начинаем запускать сторонний, более тяжелый софт, тот же, допустим, на Vitell, или пытаемся поиграть в довольно-таки тяжелые графические игрушки, уже ощущается, что телефончик работает на пределе и где-то его не хватает. С точки зрения мультимедийных функций, прослушивания музыки и просмотр фильмов здесь все прекрасно, Motorola, ну, всегда славилась, хороший такой вот музыкальный составляющий, аудиотракт здесь неплохой, не знаю, правда, от какого производителя, может, что-то свое, может, Qualcomm-овское стандартное, но звук из наушников приятно порадовал, он громкий, чистый, насыщенный, меломанам понравится. Громкость динамика достаточная, она не чрезмерная, он на высокой громкости не хрипит, не шипит, не захлебывается, то есть она здесь действительно настроена оптимально, и, в принципе, телефона практически всегда слышно, даже в шумном помещении. Виброзвоночек мог бы быть и посильнее, на мой вкус, в свободных штанах, иной раз он не ощущается. Ну, давайте быстро пробежимся по тестам, по традиции. Начнем мы, ну, раз уж здесь первый скриншот у нас навигация, это как раз скриншот из Navitel. Qualcomm-овский чипсет традиционно хорошо себя показывает с точки зрения ловли спутников и в качестве навигаторов, поэтому здесь никаких проблем, ловятся как GPS, так и GLONASS-овские спутники, вот. Так что с точки зрения, скажем так, использования в качестве навигатора не будет никаких проблем, все прекрасно. Холодный старт без использования различных помощников типа A-GPS, Wi-Fi или мобильный интернет, секунд 20, наверное, максимум. То есть очень и очень быстро здесь все понравилось, все четко. С точки зрения Wi-Fi приемника, здесь тоже неплохо все. 50 мегабит тарифная скорость, на получение 40 на передачу имеем все 50. Ну, здесь, скорее всего, может быть что-то с роутером было где-то, да, немножко порезало. Ну, то есть проблем никаких, все так же прекрасно работает, не замечено было каких-то глюков. Вот, пинг низкий, да, то есть в принципе с точки зрения Wi-Fi приемника здесь все хорошо, все прекрасно. С точки зрения тестов Antutu, Antutu последней версии 6.1.4 показал практически 30 тысяч баллов. Но, видимо, в Antutu последней версии что-то они немножко прикрутили-докрутили, потому что на моей памяти Snap 410 в предыдущих версиях показывали в районе 22, где-то 24 тысяч. То есть, видимо, здесь что-то вот дополнительно они в самой программе прикрутили, и количество полученных баллов, оно выросло. Вот. Значит, что еще? Ага, здесь тоже немаловажная вещь. Как вы все знаете, те, кто давно смотрит мой канал, я люблю телефончики с большими батарейками, которые долго живут, и даже если их пользуешь и в хвост, и в гриву, к сожалению, это не тот случай. Здесь батарейка всего лишь на 2,540 мА, вот. И, соответственно, Antutu Battery Tester показывает вполне закономерные 4600 баллов. Данный замер проводился со 100% заряда в ноль практически, в 20%. Вот. Соответственно, заняло это чуть больше трех часов времени. Значит, по моим ощущениям во время использования в течение полутора недель, могу сразу сказать, я его использовал как второй телефон, так как здесь одна симка. Вот. То есть, у меня основной рабочий телефон использовался так же, поэтому нагружал я его не столь сильно, но даже не в таком вот безумном ритме, скажем так, как я использую основной телефон. Он жил у меня где-то сутки полутора, вот, примерно так. То есть, как правило, если я заряжал его, приезжая на работу днем, то повторно заряжал его через сутки в вечер. Вот. И ежели заряжал вечером, то наоборот, через сутки получается в день. Ну, вот где-то полтора дня, ну, примерно оставалось, наверное, процентов 15-20, когда я его ставил на зарядку. То есть, в принципе, если еще чуть меньше пользоваться им, ну, наверное, до двух суток он бы дотянул. Но, в общем и целом, сутки это то, на что вы можете рассчитывать, если пользуетесь так достаточно серьезно. И световой день, если из телефона вы не вылезаете практически. С точки зрения фото, здесь мне, в принципе, все понравилось. Достаточно яркие и красочные фотографии получаются у нас в дневное время. Не столь впечатляющие результаты в помещении, но, в общем и целом, впечатление камера в данном телефоне оставили положительной. Поэтому, здесь можете быть уверены, что телефон не подведет, и вы получите действительно красочный, хороший результат, как в фотосъемке, так и в видеосъемке. С точки зрения мультимедии, ну, несмотря на не самый мощный процессор, никаких проблем. Full HD работает. Крутится, вертится. Видите, достаточно громкий динамик. Смотреть фильмы будет комфортно. Ну, очень долго крутить не будем. Как вы видите, это трейлер Full HD. Никаких проблем. Все очень и очень плавненько и прекрасненько работает. С точки зрения музыки и громкости, ну, давайте запущу традиционный микс, который я практически всегда использую. Так. И посмотрим по качеству звука. Ну, повторюсь, в наушниках мне очень понравился звук. Все было классно. Сейчас. Давайте выкрутим на максимум. Ну, тоже никаких проблем. Внешний динамик довольно громкий, но самое главное даже здесь не громкость, а то, что он очень качественный. Звук действительно кристально чистый, без каких-то шумов, всхлипываний и хрипов на максимальной громкости. Здесь, конечно, нужно отдать должное моторолу. Они, конечно, постарались на славу. Ну, и на закуску, на десерт давайте запустим довольно-таки тяжелую графическую игрушку. Я пробовал ее уже, конечно. Конечно, заранее могу сказать, что, конечно, конечно, не то железо здесь, чтобы играть в какие-то безумно графические игрушки, вот, к которым как раз-таки Car X относится. Ну, давайте посмотрим. Сделаем потише. Ну, вот, мы видим, что, в принципе, не настолько плавная картинка, насколько бы хотелось. Есть пропуски кадров. Здесь вот сейчас это автоматическая настройка. Можно, в принципе, давайте попробуем что-нибудь подшаманить. В графическом плане поставим на low. Так, он нас попросил перезапуститься. Давайте попробуем на low, потому что на максимальной графике, к сожалению, неиграбельно. Игрушка притормаживает и лагает. Так, ну, давайте теперь запустим ту же трассу. Здесь уже графика установлена на минимальное значение. Стало лучше, но не идеально. К сожалению, чудо не произошло. Даже на минимальных значениях графики какой-то безумной плавности мы не получили. Ну, вот, даже когда начинаются насыщенные сцены, все равно мы видим притормаживание. Вот, поэтому, к сожалению, здесь вынужден констатировать, что телефон этот не игровой. Ну, то есть, естественно, какие-то казуалки, типа Angry Birds он потянет. Вот, но что-то графически насыщенное, наверное, нет. Вот, таким вот образом, друзья. Ну, что могу сказать в завершении? В общем и целом, телефон прикольный, телефон нарядный. Это Motorola, этим все сказано. Это действительно очень и очень интересный телефон. Но, к сожалению, с рядом минусов, да, или, как можно сказать, несколько ложек дегтя в бочке меда. Во-первых, недостаточная производительность. Я надеюсь, что новые Moto G четвертого поколения, которые вышли, будут избавлены от этого недостатка. Будут современнее, шустрее, производительнее. Вот, и будем очень сильно надеяться, что цена, по крайней мере, останется на уровне текущем, да. Вот, ну и опять же-таки, следующий минус – это цена, да, потому что для текущего железа, мне кажется, все-таки она несколько высоковата. За те же 15 тысяч рублей сейчас очень много более мощных, более долгоиграющих телефонов, пускай нет настолько именитых производителей, но довольно-таки серьезных игроков с китайского рынка, того же Meizu, того же Xiaomi, вот. Поэтому у пользователя есть из чего выбирать. Но и Motorola, я думаю, что в любом случае покупают, да, покупают фанаты этой марки, покупают люди стильные где-то, да, которые любят стиль, моду, что-то необычное, вот. Потому что у этого телефона есть своя харизма, есть, не побоюсь этого слова, душа. Этот телефон, он, ну, не похож, да, на всю эту серую массу остальную, которая продается, которая заполонила наши прилавки, да, он все-таки индивидуален и позволяет вам выделиться, да, опять же-таки тот сервис Moto Maker, который, к сожалению, в России недоступен, где можно было полностью кастомизировать телефон. Ну, здесь, по крайней мере, есть возможность менять задние крышечки, задние панельки. Так что, в общем и целом, я думаю, что поставлю телефончику, ну, будем честно и справедливо, четверочку, вот. Может, даже с небольшим минусом, за счет того, что железо здесь крайне и крайне скромное по нынешним меркам, ну, и цена. Я, может быть, где-то отчасти простил бы железо, если бы он стоил тысяч, эдак, на 5, на 6 подешевле. Но за 15 тысяч рублей, друзья, мы вправе, вправе в нынешнее время просить что-то более производительное и интересное. Но, повторюсь, в качестве стильной штучки с хорошим фото и видео, я думаю, что он найдет своих поклонников и будет их радовать. Ну что, друзья, спасибо за внимание. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok